Первым соперником Тамаковского скорука в Кубке Едности стал молодежный состав Луганской Зари, который является крепким середняком первенства Ю-21 среди клубов Премьер Лиги и имеет в своем активе в том числе и ничью с Донецким Шахтером. Так что оппонент у Тамаковцев был весьма непростой. Всегда с такими соперниками интересно. Можно посмотреть, где у нас слабые стороны, на чем нужно работать. Ну и посмотреть, как мы на фоне их выглядим. Все-таки идет подготовка к чемпионату, посмотреть наши кондиции, как и на что мы способны. Поэтому всегда интересно с ними. В свою очередь и руководство, и тренерский штаб Скорука используют зимние турниры как для наигрывания своих связей, так и для просмотра потенциальных новичков. И в отчетном поединке уже с первых минут на поле вышел центральный защитник Максим Кривошейенко, в прошедшем сезоне защищавший цвета Магдалиновского ВПК «Агра». А во втором тайме на поле появился центральный полузащитник Михаил Довганенко, который в минувшем году был лидером вице-чемпиона областной первой лиги «Кристалла» из Губинихи. Сегодня был новичок, центральный защитник. Как с ним сыгрывалось? Да как? Нормально. Как и со всеми, в принципе. Главное, чтобы он выполнял то, что от него требует тренер, и мы быстро сыграемся. Мы смотрим и просматриваем. Я же повторюсь еще раз, что у нас нет задачи сейчас там выиграть этот турнир. Да, мы должны выигрывать. Конечно, должны выходить и побеждать, играть на победу. Но сейчас, на данный момент, мы смотрим футболистов, которые приходят в команду. И вот как раз хорошо, что у нас в этой группе всесильные соперники. И для нас, чем сильнее соперник, тем лучше. Мы, я думаю, наберемся больше мастерства и опыта, чем мы будем играть со слабыми. Это понятно. Тем более, лучшая тренировка – это игра. А тем более, с таким соперником хорошим. Игра для тамаковцев началась с неприятной неожиданности. Форвард Зари, по мнению Лайнсмана, сумел избежать офсайдной ловушки и с близкого расстояния переиграл вратаря. 1-0. Шла только четвертая минута игры, и на тот момент сложно было предположить, что зрители в этот день больше голов не убедят. Сто процентных голевых моментов в игре было не очень много. Традиционно для зимних матчей было немало борьбы и стандартов. В целом, луганчане смотрели сыграний, что тоже неудивительно. Ведь уже 24 февраля им предстоит сыграть первый официальный матч, причем против киевского «Динамо». Соответственно, и уровень подготовки Зари выходит на свой пик. Так что было немало эпизодов, когда Андрею Бобровскому приходилось выручать своих товарищей на посту номер один. С такими командами не может быть мало работы. Все-таки они без пяти минут профессионалы, игроки высшей лиги. Поэтому ожидалось, что будет много работы. Главным же оружием тамаковцев оставались стандарты. Но в этот раз оборона соперника и голкипер Зари уверенно справлялись с опасными навесами и прострелами Артема Прошенко. Самый реальный шанс сравнять счет не использовал Сергей Жигалов. Тамаковцы поймали на контратаке заигравшегося в нападении соперника. И форвард Скорука сумел убежать от защитников, но переиграть вратаря с близкого расстояния ему не удалось. Ближе к концу матча Скорук сумел прижать Луганчан к их воротам. Но пробить умело игравшую оборону соперника им так и не удалось. Чего не хватало сегодня команде в атаках? Там, в принципе, и стандарты были там. Забить. Это элементарно. Не хватило забить. Команда соперника здорово оборонялась. И тяжело было как-то подступиться к огнем воротам. А так, в принципе, забить то, что хотя бы имели, уже было бы лучше. Ничего страшного. Мы не делаем. Трагедия абсолютно не с результата. Для нас самое главное сейчас тягиваться в сезон, входить правильно, чтобы мы физически правильно подготовились, наиграли комбинации, посмотрели, кто как, кто может играть, кто на каком уровне, в общем. Заря чуть быстрее все делала, чуть быстрее освобождалась от мяча. Были моменты. И у нас где-то были моменты. Так, в принципе, равная игра. Все нормально. Идем по накатам, идем по плану. Все отлично.